Представители знака Зодиака, весы! Весы, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп на неделю с 29 января по 4 февраля. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего знака Зодиака. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз, это общий прогноз, он не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я так надеюсь, что подсказки будут. Ну или мы с вами проведем приятное время. О чем-то подумаем, будем предполагать возможные варианты развития событий или как альтернативные варианты, почему нет. И главные два вопроса, которые мы зададим, это что важно знать и неожиданности. И первая карта так и будет у нас звучать. Что для вас будет в приоритете или что в неделю с 29 января по 4 февраля? Для вас будет важно знать, что будет актуальным наиболее или какие энергии, настроения. Чего не избежать или неожиданности. Чему сейчас не время или что вам может помешать. А что вам будет помогать, мои дорогие? Достанем карту, что скрыто. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес, энергия, денег и личная жизнь. И что же будет для вас важно? Ух ты! Можно уже заканчивать все наши прогнозы. Карта силы. Карта новых возможностей. Карта вашей сильной позиции и от ваших правильно приложенных усилий будет зависеть, как и качество вашей жизни, как и продолжение какой-то истории. Останетесь ли вы довольными или нет от правильного взаимодействия с окружающими. И в данном случае конкретно ваша дипломатия. Почему? Потому что словно лев находится на коленях у прекрасной девы. Он не сопротивляется, потому что не чувствует агрессии. И поэтому вот эту удивительную способность используйте на благо себе. Но правда сильная позиция. И несмотря на то, что у нас лев, да, и лев это у нас прообраз эго, вроде бы и силы-то есть. Но вот эмоции держать нам всегда советуют на коротком поводке. Имеется в виду, тут как раз эмоции мы в первую очередь управляем, чтобы себе не помешать. Ведь энергетика карты, как у мага. А маг, как известно, это великий манипулятор. Неожиданность. Значит, любая ситуация вами может быть изменена вообще в корне, так как вы хотите. В неожиданностях есть какое-то сожаление. Есть, как будто у нас иерофант, посмотрите, жалеет о двух разлитых кубках. Вот так изображена карта. И три-то полные, и его как будто утешают, но он сидит, горюет. По сути, по поводу того, о чем надо забыть в ту же минуту, когда это произошло. И вот нам говорят, да нет ничего серьезного. Ну, может быть, есть какая-то деталь, нюанс, или какой-то был у вас минус, когда вы разочарованы, вот так вот как в стопоре можете сидеть и о чем-то сожалеть. Упуская какие-то другие возможности, у вас сейчас сильная позиция. То есть, если как будто и приходит какая-то новость, или что-то для вас, мои дорогие весы, но идет не совсем так, как вы предполагали, или где-то ваши планы нарушает, ну, так это тоже не имеет глобального значения. Нет здесь какой-то неожиданности, которая кардинально меняет вашу жизнь. Нет. Тут есть просто, ну, какое-то мелкое сожаление. Чему сейчас не время? Четверка жезлов. Можно вообще, это карта праздника, праздника после победы. Так вот, не думать, что все, все что-то там закончилось, или какая-то ваша прочная позиция, она теперь навсегда. Нет, вам придется что-то удерживать. Еще как будто все не закончилось, еще не место празднику. Еще что-то не просто удерживать, а еще и прилагать, куда-то усилия вам придется продолжать, мои дорогие. То есть, продолжай, или у тебя не хватит терпения, или ты победишь. Вот не успокаиваться на достигнутом. Вот этому не время, как будто мы расслабились и уже что-то празднуем. Может быть, и есть какая-то составляющая в вашей жизни, когда что-то осуществилось, или получилось оформить документ. Ну, есть определенная радость, но радость радостью, а вот празднику или тому, что сказать, ну все, я останавливаюсь, я теперь хочу какого-то спокойствия, я хочу какого-то баланса, или я не хочу себя тормошить. Вот этому всему не время, нет. А что вам помогает? А тут какие-то новые планы, причем такие сумасшедшие планы. Вам помогает умение видеть какую-то ситуацию, как будто с другого ракурса. Вам помогает, может быть, какое-то совершить новое путешествие. У вас может появиться конкретный человек, который имеет совершенно отличные взгляды от ваших. И он вам может быть интересен именно потому, что он как-то думает по-другому. И тогда вот его идея или его ход мыслей, тогда где-то в чем-то, знаете, как подсказка, или вам можно взять за подсказку, потому что либо в сказанных словах присутствует логика, либо есть какой-то нюанс, который следует продолжить. Вот это ведь у нас нулевой аркан. И, значит, точно не место тому, что уже произошло вот этим разлитым кубкам, а следует идти вперед. Что-то как обновление в жизни. И здесь у каждого по-своему, ведь это нулевой аркан. Вот как я сказала, у кого-то путешествие, у кого-то предложение новой должности, у кого-то из вас это ваши личные планы, когда все, я меняю жизнь, может быть. У кого-то это может быть, как, знаете, программа здорового образа жизни, и это здорово работает, а кто-то, ну, может быть, на бытовом уровне решит сделать генеральную уборку. И это правда. Мы меняем пространство, потом пространство меняет нас. Избавиться от хлама иногда бывает очень полезной практикой. Это точно по себе знаю. Как это работает, сложно сказать. Но мы себя даже в нашем прежнем жилище, не купив что-то новое и добавив к старому, а вот нет, мы когда избавляемся от того, что уже неинтересно и давно пора в утиль как будто сдать. Вот у каждого по-своему, понимаете. У кого-то это новый вдохновленный проект, а у кого-то это избавление от того, что мне уже мешает. И это тоже новизна. Это все равно элемент того, что наша жизнь как будто обновляется. Как бы тут что ни обновлялось, но это помогает. Что скрыто? Вы знаете, может быть, кстати, вот какая-то ситуация разочаровывающая, да? А тем не менее у вас ведь прочная позиция. Не случайно опять же карта силы выпадает. А по тройке жезлов, правда, кому-то из вас суждено куда-то поехать. Или это какой-то глобальный переезд. Или может быть короткая поездка без точного маршрута. Значит, она вам придаст вдохновение. Или вам в последующем, это вы уже планируете какую-то поездку, и вы будете раздумывать. Может быть, вы думали, поездка совершится раньше. А тут она задерживается, и у кого-то это будет как раз вот эти разочарования. А нам тогда говорят, у тебя все состоится. Как раз карта тройка жезлов, это карта якоря, когда у вас все под контролем. И просто нужно просчитать, на каком корабле я отправлюсь. Или какими способами я буду осуществлять задуманное. Или как я буду дальше действовать. Это словно, знаете, последний штрих перед стартом. А вы это можете не видеть. Вы на пороге именно новых возможностей, новой удачи, новых свершений, нового вдохновения. Но захандрить, значит, мои дорогие весы, такая возможность, опасность есть. Дела работы, бизнес. Ну, вообще, ваша карта «Король мечей» и мечи – это ваша стихия, воздух. Какое-то важное решение вы можете принимать. Или мы сказали, что вы можете оформить документы. Вот как раз по этой карте, когда вы можете отправиться в высокие инстанции. Или у кого-то из вас могут быть еще и вопросы, связанные, может быть, слушанием в суде. И как раз есть возможность для себя самого, самой, что-то решить. Наверняка с чем-то завершить и словно перейти на новый жизненный этап, когда я уже не буду оглядываться назад. Вот есть такой момент. С другой стороны, это получить должность, удовлетворить собственные амбиции. Когда, может быть, на нашем бытовом уровне иногда проходят люди, как специалисты узкой направленности. Буквально врачи могут проходить. Или люди, работающие с металлом, умеющие что-то делать именно вот в определенной области. Помимо всего прочего, эта карта все же ваша. И не важно, кто меня смотрит, девушки или мужчины. Это ваша энергетика, это ваша задумка, ваши планы, которые, по сути дела, вы реализуете. Более того, еще и какие-то наперед возможности у вас на этой неделе определенно будут. Поэтому, может быть, нам и говорят, нет, нет, не время успокаиваться. Это точно. Тут что-то развивается, идет вперед. Или какой-то вопрос, кстати, по суду. Если, да, вы ожидали, что у вас на этой неделе что-то завершится. Может, пока не завершится, а что-то продолжится. Но, тем не менее, тогда будьте к этому готовы. Как будто все равно трансформация какая-то для вас неизбежна. И планы уже новые. Они практически у вас на пороге. Вместе с новыми возможностями. Давайте посмотрим, что по деньгам. И вот как раз, посмотрите, пятерка кубков и четверка кубков. Это тоже карта своеобразной апатии, сожаления. Потому что три кубка вот у нас изображено перед молодым человеком, который скрестил руки на груди, словно закрывается от мира. Я не хочу ничего. Он смотрит на вот эту миску, которая практически принадлежит кому-то из животных. И ему именно вот хочется, чтобы она была наполнена. А в это время ангел преподносит шикарный золотой кубок, полностью наполненный. Вы можете чего-то не увидеть, буквально из-за какой-то хандры. Или, может быть, сожаление по тому или иному денежному вопросу, который вам нужно решать. Может быть, для кого-то из вас это связано. Даже у меня не получилось устроиться на ту работу, которую я планировал. А меня это, словно, вот такое решение или отказ выбивает из колеи. А нам карта говорит, а у тебя сильная позиция. Может быть, высшие силы. Тебе закрыли доступ вот именно в эту компанию или в эту организацию. И ты пока не видишь, что перед тобой новые возможности. Нужно искать как будто совершенно в другом направлении. У кого-то может проиграться так. Или это для того, чтобы вам, мои дорогие весы, какую-то свою финансовую историю выровнять. Вам нужно увидеть новое, как будто добавить что-то в вашу деятельность. Или как-то что-либо изменить. Использовать какие-то новые возможности. Или, может быть, даже это среди обстоятельств. Вот вы найдете как подсказку. Потому что иногда кризис – это новые возможности. Но вот важно их увидеть, как вот этот кубок ангела. И тогда изменить финансовую ситуацию. Но, пожалуйста, нет ничего невозможного. У вас карта сила. Личная жизнь. Да, и в личной жизни. Это у нас вообще рыцарь, получается, кубков. И это как подарки могут быть. Или просто хорошее настроение, комплименты. А у кого-то из вас это может быть как… Ну, может быть, ваша личная история перейдет на другой уровень. Вам могут и даже где-то сделать предложение руки и сердца. Хотя чаще по этой карте нам говорят, рыцарь кубков, не планируй что-то далеко. Радуйся этому моменту. Как будто есть в личной жизни, ну, какая-то либо динамика, либо радость. То, что вас вдохновляет. И неважно, кто меня смотрит. Порядок вообще по личной сфере жизни. Если вы хотели быть в паре, вы можете быть в паре. Если вы хотите где-то командовать парадом, ну, тогда у кого как получается. А если в более мягких энергиях, то есть как будто и в плане эмоций, чувств, то, что вас радует. Ну, каждого здесь немножко по-своему. Всё зависит от того, что для вас в приоритете. Либо у кого-то будут деньги, у кого-то будут личные достижения, а у кого-то может быть и личная жизнь. В принципе, есть повод для радости вообще на этой неделе. Есть и ваша сильная позиция. Поэтому, ну, как будто не застрять в своих либо видениях, либо в каких-то своих сомнениях. Или когда хочется успокоиться, себя не тормошить. Вот для вас будет важно продолжать какое-то дело или осуществить какой-то свой проект. Но не хандрить, мои дорогие. Вы вот можете такой момент есть. Посмотрите, полярные карты. С одной стороны сила, с другой стороны кубки. Именно пятёрка – это всегда недостаток. Недостаток какой-то эмоциональный. А вместе с тем сильная позиция. И поэтому выровнять, может быть, свой собственный эмоциональный баланс для вас будет важно, чтобы он вам не умешал увидеть какие-то возможности, осуществить как раз нужные цели, задания, то, что вы себе ставите. И быть счастливым и радостным. Перекладывайте на себя. И будьте счастливы и любимы всегда. Продолжение следует...